И в завершении выпуска новости спорта. В окружной столице состоялось вручение нагрудных знаков ГТО. Виновники торжества – ученики 4-й городской школы. На протяжении года ребята с 1-го по 11-й класс сдавали нормативы. Ольга Русул пообщалась с самыми сильными и ловкими школьниками. Третьеклассник Кирилл Рочев к труду и обороне готов. Особенных сложностей при сдаче нормативов не испытал. Считает комплекс обязательным и очень нужным. Как ты считаешь, нужно вообще ГТО сдавать? Да, нужно. Но потому что мне говорили, что можно в любой университет устроиться. Но если будешь ГТО сдавать. А ты уже думаешь о том, что будем в институте? Да. А куда ты хочешь? Не знаю еще, в какой. В любой? Да, без разницы. Главное – хорошее образование. Ученица 4-го класса Настя Хозяйнова – обладательница серебряного знака ГТО. Девочка говорит, что результатом довольна. Некоторые были сложно. Там надо было наклоняться вниз и доставать до носков. Тебе тяжело было? Да, просто растяжка не очень хорошая. Как считаешь, нужно сдавать на значок ГТО? Да. Почему? Ну, потому что это как бы относится к спорту и, ну, это труд. И когда ты получаешь значок, это очень хорошо. И родители радуют. Знак отличия комплекса ГТО – награда, вручаемая участникам за успешное выполнение нормативов испытаний в виде знаков отличия различного достоинства. Бронзовый, серебряный и золотой по аналогии с медалями в большом спорте в каждой возрастной ступени. Всего их 11. Сейчас мы будем награждать серебряными и бронзовыми значками. Специально для фиксации сдачи норм ГТО к школьникам приходили сотрудники спортивной школы Олимпийского резерва труд. Часть нормативов ребята сдавали во время уроков. Часть на различных массовых спортивных мероприятиях – лыжных гонках, забегах и марафонах. У детей, особенно у младших классов, это было как соревновательный этап. Они заинтересованы в сдаче норм ГТО. И я считаю, что это правильный подход, так как мы развиваем спорт, мы его вводим в массы, и это большой плюс для нашего округа. Сдать нормы комплекса ГТО несложно. Правда, здесь важна физическая подготовка. Виды испытаний, входящие в состав комплекса, направлены на оценку уровня развития силы, выносливости, быстроты, гибкости, координации, а также владения прикладными умениями и навыками. Дети многие, которые получили серебряный или бронзовый значок в одной ступени, пытаются уже сдать снова на золотой. То есть они в одной ступени могут иметь несколько значков. Система ГТО является стимулом для занятий спорта молодежи и взрослых. Нормативы увеличивают выносливость, координацию, умение рассчитывать свои силы и потенциал. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.